Свыше 7 тысяч домов потоплено на Дальнем Востоке. Это самая свежая сводка МЧС. Большая часть в пригородах Благовещенском. Утром город облетел Владимир Путин. С борта вертолета он оценил масштаб паводка и восстановительных работ. Уже сегодня в регионе начали выдавать струю материалы для ремонта зданий. Из Приамурия, где на смену большой воде приходит большая стройка, передает Дмитрий Новиков. Масштаб бедствия в Приамуре хорошо виден с воздуха. 7 тысяч километров от Москвы. Верховье рек Амур, Зей и Уркан. Под водой гигантские территории. В эти дальневосточные края паводок пришел еще в начале июля. Уровень воды здесь уже более двух недель не повышается, но она, если и уходит, то очень медленно. В зоне подтопления 4,5 тысяч жилых домов, 63 населенных пункта. В одной только Амурской области почти 40 тысяч человек из-за паводка полностью или частично потеряли свое имущество. День-два вернетесь домой. Идет комиссия. Все необходимые выплаты и из федерального бюджета, и из бюджета региона. За утрату имущества вы получите полное объявление. По сути, нет больше села Ивановка. Подтоплены 150 частных домов. И даже если до начала заморозков вода сойдет, дома сельских жителей, а это в основном деревянные срубы, все равно уже будут непригодны для жизни. Сейчас порядка около двух тысяч домов, пока по предварительной оценке, считаются непригодными для дальнейшего проживания. Это дома, в которых еще и стоит вода, дома, в которых нарушился конструктивный, предположительно до наступления морозов они не успеют обсохнуть, что усугубит ситуацию. Такое наводнение с такими последствиями в Амурской области последний раз случилось 29 лет назад. Помимо помощи пострадавшим, а это размещение потерявших кров в домах отдыха и оздоровительных лагерях, медицинская помощь, выплата единовременных компенсаций. После оценки ущерба местным и федеральным властям предстоит решить, где именно будут жить эвакуированные из зоны бедствия десятки тысяч людей. И стоит ли им, чтобы начинать новую, послепаводковую жизнь, возвращаться в эти места. Скорее всего, пострадавшим от наводнения жителям области власти будут настоятельно советовать после получения компенсации за утраченное жилье возводить дома в безопасных местах. Дополнительно сюда перебрасывается резерв. Это 500 человек. Это курсанты старших курсов учебных заведений МЧС России, которые имеют, в том числе, опыт работы в зонах подтопления. И которые будут заниматься оказанием помощи местным органам власти. Тактика такая, что их разбиваются на мелкие группы, они не несут нагрузки на местные муниципалитеты, работают автономно, но по его заданиям. Это чистка колодцев, отводные каналы, откачка водов из погребов, социально значимые объекты приводятся, моются. Не честно работает армия. Тем не менее, у меня есть письма, когда люди пишут о том, что везде организованная работа, а о нас забыли. Вот с учетом прогноза по развитию ситуации, сделайте так, чтобы это письмо больше не получило. Есть, товарищ президент. Одна из проблем, ее необходимо решить уже в ближайшее время, компенсации сдержек сельхозпроизводителям. Только в Преамурье вымокли посевы на площади 400 тысяч гектаров. В личных хозяйствах потеря урожая картофеля и овощей на полтора миллиарда рублей. Уже известные из-за паводка повреждены автомобильные дороги общей протяженностью 458 километров. Десятки мостов через реки придется строить заново. Амурской области, как и всему Дальнему Востоку, будет оказана федеральным центром вся необходимая помощь. После решения вопросов, требующих оперативного вмешательства, а многое властям, как и федеральным, так и местным, надо успеть сделать до наступления холодов, в затопленных краях области начнется поэтапное восстановление обычной жизни. На возвращение к былому в прежние периоды больших наводнений на Дальнем Востоке требовались годы. Дмитрий Новиков, Владимир Довгаль и Андрей Фомин. НТВ. Благовещенск. Амурская область.